Девушки отдыхают С небольшим обыгрыванием гарпежа Играет за триолями Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три Обратите внимание, что здесь мы будем играть с вами приемом свип Все удары у нас пойдут вниз Попробуем это сыграть Здесь мы с вами ставим лесенку, небольшую лесенку Получается четвертая струна, третья и вторая у нас будет Четвертый лад, третий и второй И обратите внимание на следующий момент Что когда мы с вами играем приемом свип Такие вот моменты То желательно пальчики потом убирать Чтобы не было такого Вот эта вся грязь у вас будет звучать Поэтому здесь мы играем Сыграли до второй струны, второго лада Затем сделали хаммер Потом переходим на вторую струну Ой, на первую струну Играем третий лад и шестой лад хаммер Затем делаем с вами слайд Только давайте сделаем на первой струне еще один удар медиатора То есть когда мы придем в шестой лад Чтобы у нас плотненький был слайд Получается Сыграли, сделали слайд В девятый лад Вот И отсюда, с девятого лада Мы с вами делаем вот что С девять-шесть На первой струне у нас получается пул То есть мы сделали У нас пришел сюда слайд Потом мы делаем с вами пул в шестой лад И обратите внимание на небольшую тонкость Когда вы приходите в шестой лад То первый пальчик у вас уже здесь стоит То есть не должно быть вот такого И вот этот момент Иначе звук будет достаточно такой неплотный Поэтому здесь мы с вами делаем Оп, палец уже у нас То есть такое движение идет у нас Мизинец двигается вместе Практически вместе с указательным пальцем Видите, что произошло? Вот Здесь мы с вами обыграем обычный аккорд С виповым движением Сыграли пул Затем приходим на вторую струну Восьмой лад безымянным пальцем Третью струну мы играем девятый лад Мизинчиком А вот дальше Вот в нотах Точнее не в нотах А в композициях, которые я снимал То есть четко прослушивается Именно эта нотка Вот По логике, конечно Не совсем увидел логику Поэтому в принципе Сыграем как у Криса Бордрика То есть вот такой ход Но в принципе красивее бы было Сыграть все-таки Потому что там идет намек На На ля мажор Вот на этот аккорд Поэтому Для искушенных, так сказать Слушателей и учеников Можно сыграть Все-таки на третьей струне Девять шесть Если вариант Криса Бордрика То играем на третьей струне Девять семь Пул А на четвертой струне тоже Девять семь И смотрите По ударам Значит здесь мы с вами играем Удар у нас получается Слайд Потом пул Потом приходим на вторую струну Восьмой лад Третья струна Девять Семь И на четвертой струне Мы с вами будем делать Два удара То есть получается Четвертая струна Девятый лад удар вверх И приходим на седьмой лад Удар вниз Вот И здесь у нас с вами будет Такой интересный ход Отсюда Здесь мы играем Четвертая струна Седьмой лад Затем третья струна У нас получается Шесть Девять Хаммером На первую струну Мы с вами приходим Играем Первая струна Пятый лад Потом медиатором Играем Девятый лад И делаем слайд В четырнадцатый лад И потом возвращаемся Снова в девятый лад То есть получается Потом безымянный пальчик У нас с вами приходит Восьмой лад На вторую струну Затем мы играем Первую струну Снова Хаммер Пул Это получается Лады пять Девять пять И у нас получился ход Вот такой вот Небольшой отрывочек Дальше у нас с вами идет Пулеметная техника Значит здесь Очень важную роль Имеет медиатор То как вы будете Играть с какими ударами Если вы будете играть Свои удары Пожалуйста Без проблем Вот Но если хотите Добиться Так-так-так-так-так-так-так-так Вот этого быстрого Темпа То лучше все-таки Сыграть удары Такие как я покажу вам сейчас То есть получается Первую струну Мы с вами играем Получается Начинаем с удара Вниз Это четырнадцать-десять Пул И приходим Ударом вверх На вторую струну То есть получилось Вниз Пул Вверх На двенадцатый лад Играем пальцы Мизинчик Указательный палец На десятую ладу И второй палец Приходим на двенадцатый лад У нас получилось Первая фраза Затем делаем дальше Идем Пришли ударом вверх На первый палец На десятый лад Потом сыграли Обратите внимание На что? То, что мы играем сейчас Вверх Пул А теперь вниз И опять пул То есть два раза Мы будем первую струну играть То есть получается 14-10 14-10 Первый раз мы ее играем вверх Второй раз вниз Сыграли Теперь пришли снова Ударом вверх На вторую струну Двенадцатого лада Сыграли Потом опять то же самое проделаем Удар вниз На первую струну Десятый лад Потом удар вверх На четырнадцатый Потом делаем пул И потом удар вниз На четырнадцатый Делаем снова пул Сыграли Потом у нас с вами идет Такой ход То есть получается Чередуем две нотки То есть получается 15-14 15-14 То есть получилось Сыграли Затем чередуем ноты Сыграли два раза этот ход То есть сейчас этот ход Более подробно разберем 15-10 Удар вверх Пул Удар вверх На двенадцатый Потом удар вниз Идет на первую струну На десятый лад Потом идет удар вверх На четырнадцатый лад Уже Снова пул Снова вторая струна Двенадцатый лад Снова удар вниз На первую струну И опять Мы играем пятнадцатый лад С пулом И четырнадцатый лад С пулом То есть у нас Получилась вот такая фраза Медленно посмотрим Получилось Итак Двигаемся дальше Дальше абсолютно Те же самые удары Которые мы сейчас С вами сделали Но только Чуть-чуть лады Поменяются Первые два пальчика У нас будут Точно так же Держать То есть первый палец Будет у нас На первую струну На десятый лад Второй палец На второй струне Двенадцатого лада Мизинец У нас с вами уже будет Мы сделаем скачок С вами на пятнадцатый лад И то же самое Такие же моменты Делаем Как и до этого В этой фразе А теперь чередуем ноты Первая струна Семнадцатый лад Пятнадцатый Потом снова Семнадцатый Пятнадцатый Да Здесь без сомнения Огромная растяжка Ну что делать Либо не играть Либо пытаться И получается У нас фраза Вот Теперь дальше У нас начинается Подобная тоже фраза Только другие лады Уже получается С шестнадцатого лада Мы с вами будем играть Первая струна Шестнадцать Ну естественно десять И вторая струна Двенадцать Получается опять Такие же удары У нас Теперь чередуем Две нотки На первой струне Семнадцать И шестнадцать Получается Это конец фразы То есть Получилась фраза Дальше идет фраза Немножечко попроще Может быть Потому что она будет короче И все Здесь у нас мы играем С вами смотрите Первый лад Первый палец Ставим на четырнадцатый лад Барре Малая барре Две струны Первую и вторую И здесь мы с вами Играем всего лишь Одну нотку На мизинчиком Это получается Восемнадцатый лад Те же самые удары Все то же самое Только в конце Чередование нот не будет То есть получается Все Здесь мы все отыграли Теперь переходим В другой пассаж Значит здесь у нас Немножечко фраза будет покороче Но тем не менее Тоже интересно Значит получается Мы ставим Первая струна у нас Рабочей лады Получается Семнадцать Двенадцать Второй палец На четырнадцатом ладу На второй струне Удары абсолютно Такие же То есть получается Мы сыграли пул Пришли во вторую струну Опять на первую Потом снова Два раза мы сделали Пулы Снова вторая струна Теперь один раз Пул И приходим на вторую струну А теперь делаем подтяжку Здесь уже можно ее повибрировать Как следует Получилась фраза Вот такой небольшой пассажик У нас получился До встречи Пока Пока